В железнодорожном районе неизвестные пытались поджечь здание частного детского сада Светлички, расположенного на огороженной территории. Здесь же находится и коттедж, где проживают хозяева садика. В тот момент, когда преступник через забор метнул в дверь бутылку с горючим, хозяева спали. Шел первый час ночи. Металлическая дверь разгореться не могла, вспыхнула кнопка дверного звонка и затлел коврик. Пламя заметил сторож соседнего предприятия. Мужчина говорил, что когда прибежал к месту ЧП, там были какие-то люди, но тушить огонь они не пытались. В здании детского центра находилась женщина-сторож, однако ничего подозрительного она не видела и не слышала. Впрочем, и ее коллега тоже преступника не заметил. Поэтому мужчина был уверен, что возгорание не имеет криминальные подоплеки. А вот у пожарных относительно природы возгорания сомнений не было. Это был намеренный поджог. Об этом говорили локализация пламени, потеки, резко пахнущие жидкости на дверном полотне и осколки стеклянной бутылки у крыльца. Говорить на эту тему владелец светлячков категорически отказался. Известно, что пироман атаковал детсад второй раз за неделю. Первое покушение было куда более опасным. Коктейль Молотова преступник метнул в окно второго этажа. Если бы стеклопакет не выдержал, почти наверняка ущерб был бы солидным. Обошлось малым вредом. Вспыхнувшая горючая лишь закоптила проем. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.